Что касается последствий сегодняшнего ливня в городе, в ряде районов Нижнего Новгорода без отопления не обошлось. Сормовский, Канавинский, автозаводские районы отметились большими лужами, а кое-где фонтаны били из ливневок. В верхней части города на стадионе Водника образовался настоящий водопад. Но в центре Нижнего Новгорода того коллапса и разрушений, которые были на прошлой неделе, удалось избежать. Вот смотрите, вот это ливнеприемники, которые выгибаются леской, мусором и прочими предметами. Все надо очищать, весь дождь надо очищать, вообще не уходите никуда. Вот здесь, вон еще два. Вот прямо центр весь берите, от Пестунова и прямо до Октябрьской. И вот эти вот все, всю низину, все отслеживайте. Здесь вся вода стекает из Сунина, здесь здесь дыр, и все идет сюда. У тебя всего два человека? Кто там, Ихлоп? Сейчас еще привезу. Две, Ихлопы. Ждем большой дождь, соответственно, подкрепились откачивающей техникой от водоканала. То есть вот сзади меня две откачивающие машины в нижней точке улицы Ковалихинской, где традиционно у нас бывает, к сожалению, бывает подтопление. Будем откачивать воду в нижней точке, заходу в ливневую канализацию. Такие же машины в количестве как минимум трех штук будут стоять на улице Алексеевской, в районе Октябрьской, Пескунова и, собственно, по всему городу. Как минимум прежний состав техники – это и откачивающие машины, это и помпы, которые будут контролировать места подтопления. Будем стараться, чтобы нижегородцы понесли минимум неудобств от предстоящей непогоды.